Распад Украины продолжится Депутат Верховной Рады Украины Евгений Болицкий прогнозирует, что Украина продолжит терять территории. По его словам, западные соседи Украины могут выдвинуть территориальные претензии и попробовать расчленить страну. Об этом он сказал в эфире телеканала 112 Украина. Мы будем терять свои территории на Западе. Там сейчас разные настроения. Поляки могут говорить о Ломберге, Львове. Венгрия может, Бессарабия у нас может отлететь. Мы можем оставить после себя только Киевскую область. У нас в обществе идет раскол, отметил Белицкий. Он не исключил, что в итоге от Украины может остаться одна Киевская область. Он отметил, что сегодня нужно смотреть на те проблемы, которые произошли с людьми, с их менталитетом и сознанием, чтобы не повторять ошибки. Такого мнения придерживается не только Белецкий. Ранее бывший лидер правого сектора, организации запрещенной в России, Дмитрий Ярош не исключил, что распад Украины может продолжиться и уже в этом году. По его словам, такие выводы содержатся в аналитических записках, которые предоставляют Служба безопасности Украины и Совет национальной безопасности и обороны. Ранее в ноябре лидер радикальной партии Олег Ляшко заявил, что в случае победы третьего Майдана ускорится распад Украины. Вслед за Крымом страна потеряет черновцы и Закарпатья. Эксперты считают, что главной причиной распада Украины является националистическая политика киевской власти. Михаил Погребинский. Эти попытки национализации, вытеснения русского языка, эти дурацкие решения, что нельзя на радио, телевидении, фильмы запрещают. Это маразм компаний украинских националистов, которые не хотят быть в ситуации конкуренции, а хотят навязать свою провинциальную схему. Это ведет к распаду украинской государственности. Напомним, ранее румынская диаспора, которая проживает на Украине в Черновецкой области, требовала предоставить территории статус автономии. Координатор Совета Ассамблей румын Дарина Киртаоки заметила, что права румын и других национальных меньшинств на Украине серьезно нарушаются. А автономия позволит исправить ситуацию. Ранее депутаты Одесского, Житомирского, Львовского, Закарпатского и Харьковского облсоветов направили украинскому президенту и премьеру требования о разделении полномочий между центром и региональными органами власти. Особого статуса требуют также в Запорожье и Ивано-Франковске. Свои требования они аргументируют экономической целесообразностью. Продолжение следует...